Так, перед началом ролика я должен обновить футболку, потому что я не успел ее погладить. Сейчас мы заходим ее покупать. Как вариант, в принципе, могу найти вот такую анимейджера, реплеевскую. Хм. Если... Слушай, ну это хорошая идея. Оператор, я при всем уважении, примерочную, лучше не снимать. Веду репортаж с того, что мне футболка не подошла. Берем сейчас L. Это M. Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня со мной Максим. Генеральный продюсер и виплея. Что это означает? Это означает то, что сегодня мы посмотрим, что такое виплей. Как это все выглядит изнутри. Бэкстейдж, за курицей. Мы находимся в Украине, Киев, ВДНХ. Ребята подготовили большой проект, поэтому давай я начинаю смотреть. У меня огромное количество вопросов, которые сейчас, я надеюсь, я задам и получу ответ. Да? Сразу первый вопрос. Где мы находимся? Что это такое? Это ВДНХ, выставочный центр. Это вход. Здесь мы делаем экспресс-тесты и ПЦРы перед тем, как попасть. Здесь у нас охрана, все меры предосторожности. Это фраг-стор, магазин наших партнеров. Здесь мерч, который производит виплей, и не только. Так, инфодеск. Мы репетируем непосредственно здесь вся информация по списку каналов раций. Каждый сотрудник, когда приходит, условно сдал экспресс-тест, пошел в зал рацию. Бэйджик, доступ для понимания игроков. И вот в зависимости от того, кто ему нужен, он прыгает по каналам и спрашивает какие-то вопросы. Так, нас встречает сейчас очень-очень интересная комната. Я уверен, что здесь много чего нельзя показывать. Поэтому я надеюсь, что у нас в это получится. Ну, мы сразу-сразу хочу спросить, что он делает. Вот это? Да. Это у нас есть, не знаю, как так, режиссер обсерверов. Это Стасик. Плешин наш просто режиссер. Это ребята, которые делают все внутриигровые чудеса. Вот. И Стас непосредственно отвечает за все внутриигровые моменты. И он является режиссером обсерверов. То есть, то, как он видит игру, вот так и весь мир видит, по сути, его глазами. Он формирует сигналы из нескольких обсерверов, плюс куча макросов, куча всяких фишечек. И отдает уже непосредственно это все в эфир главному режиссеру, который выпускает это в эфир. Стрим идет в виплея через ОБС? Да. Обычный ОБС, который у каждого стримера? Все такие цели, я вам скажу. Все, и бластов, все идет через ОБС. А какой битрайт? Есть ли у вас какое-то специальное соглашение с плечом, что он должен быть больше? Потому что качество всегда у вас лучше, чем у остальных стримеров. Это может так кажется. На самом деле, в зависимости от дисциплины, в зависимости от договоренностей, иногда мы можем поднять до 7, до 8 бывало. В принципе, там рекомендовано 5,5-6. И я знаю, что Riot на своих Valorant, они тоже рекомендуют 5,5. Поэтому, не знаю, все в общем зависит, мне кажется, больше от картинки именно светового решения, то, что на экранах, поэтому ощущается как будто лучше. Давай расскажем, познакомим вас с аудиторией, потому что вы долго существуете на рынке. Ну, плюс-минус. Относительно. Но не все понимают, кто вы такие. Можешь рассказать вкратце, что такое WePlay и для чего, и какие у него цели? Мы хотим сделать так, чтобы киберспорт был сферой развлечения будущего. Именно развлечения не просто спортом, как это делают другие турнирные операторы или пытаются это делать, а действительно развлечением, чтобы качество контента увеличивалось, чтобы это имело какую... Сейчас киберспорт выглядит как юноша в спортивных шортах, а хочется, чтобы оно выросло до такого внушительного молодого человека. Повзрослеть надо индустрии, и мы пытаемся ее взрослеть вместе. Если говорить про вашу лучшую идею, мысль, цель, ну, к примеру, у меня это, не знаю, чтобы ролик стримил бы 5 миллионов просмотров, к слову. У вас это возможность провести мажор в КСГО? В КСГО? Я могу сказать, что у нас нет такой осязаемой цели, то есть мажор это как ступенька, интернешнл условно как ступенька, World's Riot или там неважно чемпионаты мира, это всего лишь как ступенька. Наше желание развивать, растить лучший интервьюер года по версии Максима Белоногова уже пришел без опозданий. Приветик. Если бы ты еще открыла эту штуку, то не было бы так смешно, но все нормально. Нет глобальной цели в плане мажора, это всего лишь ступенька. Хочется просто делать качественный крутой контент, выходить на разные регионы. Мы достраиваем сейчас студию в Лос-Анджелесе, мы будем осваивать американский рынок, далее мы смотрим на Бразилию, смотрим на Китай и просто растим как... Ну это медиабизнес по факту, должен стать медиабизнес, телек по чуть-чуть умирает, все мы это видим или просто начинает существовать в новой ипостаси, поэтому за этим будущее уже здесь, как ты точно это понимаешь. Алексей Ухо-Малецкий, добрый день. Здорово. Сотрудник Виплея, комментатор. Да, это я. Хочу сразу спросить, ты работал на многих площадках, расскажи, в чем разница работая на Виплее. Три пункта. Слушай, ну, наверное, если я скажу там профессионализм, это обидит предыдущих ребят, с которыми я работал. Это не совсем так. Тут скорее какой-то, знаешь, вот новый подход, да, какой-то свежий, что-то альтернативное, полное наличие, большое наличие свободы, да, то есть меня никогда никто ни в чем не ограничивает, то есть то, как я хочу хайпить, могу хайпить, это всегда приветствуется. Опять же, на предыдущих местах работы это тоже особо как бы не ограничивалось, но тут, видимо, за счет инструментов, за счет в целом каких-то, может быть, более глобального плана, я, конечно, чувствую себя совершенно в другом мире, и это сложно описать, знаешь, сложно сравнивать, потому что и киберспорт растет, и развивается, и уже с последнего места работы прошло три года. Ты же понимаешь, что сейчас сравнивать то, что сейчас здесь, сцена, да, тот уровень продакшена, костюмирование и так далее с тем, что было раньше, ну просто я не могу это сравнивать. Да, я чувствую, что, наверное, все-таки, вот, наверное, больше инструментов, больше возможностей, больше каких-то, не знаю, ну, то есть здесь я даже чувствую, что здесь проект более долгоиграющий, то есть больше времени и сил вкладывается в то, чтобы это все принесло какой-то результат. Это популярный диджей, его имя у вас на экране. Ну и, понятное дело, спасибо большое моему спонсору, Gigi Drop, за то, что они спонсируют такие ролики, понятное дело. Как я уже говорил в прошлых роликах, Gigi Drop сейчас спонсирует команду Gambit, скоро уже Gambit будут играть с футболками с надписью Gigi Drop. Напоминаю, что Gigi Drop это сайт по открытию кейсов, где вы можете сделать депозит в рублях, но вывести скины. Открывайте любые кейсы, вводите промокоды и, самое главное, крутите барабаны. Вы можете прокрутить барабан совершенно бесплатно, а если впишите еще дополнительно мой секретный код, получите дополнительную прокрутку. Ссылка на Gigi Drop есть в описании. Всем желаю удачи, ну а мы идем дальше. Так, что у нас дальше? Сколько здесь квадратов? Давай начнем с этого. Ой, вообще сложный вопрос. Я не знаю, я знаю, что между колоннами 14 метров, вдоль у нас около 20, около 2000 квадратов, по-моему, где-то так. Еще я слышал, что это здание охраняется ЮНЕСКО, и он не может ничего здесь делать. Да, идем я тебе покажу как раз про эту штуку, ты напомнил, а я сразу покажу. И вот, заходя сюда, мы видим, как наша арена была построена. То есть, по факту, это здание внутри здания. Проект разрабатывался инженерами с завода Антонова. С завода Антонова? Проходили испытания, вешали тут тонные глыбы для того, чтобы проверить это все по нагрузке, по всему. Но выглядит масштабно, максимально дорого. Так много штативов. Сколько стоит каждый? Это картон, мне кажется, несколько тысяч долларов. Несколько тысяч долларов каждая штука. Ребят, вас кто-то оманывает. На Алиэкспрессе такие. Назар, я же не буду. Что? В картоне. Да, это картон. Несколько тысяч долларов стоит. По-моему, да. Там есть разные модели. Там 16, 18. 12, 18, 18 это под тяжелые камеры. До шестерки может, по-моему, доходить. А можно вопрос, чем они отличаются от обычного китайского за 10 долларов? То есть, какие преимущества? От обычного фото, что ли, если правильно. Оператор, который сейчас снимает с Джаем, он тебе объяснит, что когда камера весит достаточно много, у нее есть очень большой обвес, это большие видоискатели. Вот эта вся инфраструктура, она, штатив, должен обеспечивать плавность картинки. Когда ты на длинном фокусе, объект находится достаточно далеко, малейшее движение камеры, оно будет отображаться на картинке. А сколько весит камера с обвесом? Смотрите, у нас есть камеры, ну, скажем, обвес может быть разный. Если это плечевая камера, которой оператор бегает, это маленький видоискатель, поменьше объектив, она там от 2 килограмм, наверное, да, от 3. И есть большие камеры, это 40-кратные объективы со стабилизаторами, дополнительными опциями. Такая камера, ну, килограмм по 25, наверное, потянет. Ну, то есть мне одному ее поднять достаточно тяжело. Можно спросить, вот 25-килограммая камера, сколько она стоит? Ой, там, смотрите. Смотря какая, ну, типа смотря какой боди. Я тебе скажу, сколько стоит, как Тесла? Одна Alexa стоит, мини как Тесла? Ариа, алекса, 50 боди, фуджик стоит около 30-40 объектив, вот у тебя уже 80. А, так это Model S. Ну, да. Вы это все покупаете или берете? У нас купленные камеры, купленное оборудование, и под определенные ивенты мы арендуем то, что нам не хватает, специфический свет, специфические объективы, в зависимости от задач. Здесь непосредственно сидят ребята, которые управляют экранами на сцене, управляют звуком на сцене, управляют светом на сцене. То есть это ребята, кто работает на сцену, скажем так, исключительно. Вы все это закупаете, и я не думаю, что это все с первого раза. Наверное, были ошибки, и вы заменяли все, что есть? Нет. Это все с первого раза. Ну, скажем так, это такая сфера, где нельзя ошибаться на самом деле, и тут работают, наверное, одни из самых лучших профессионалов в мире, можно так сказать, действительно, потому что мы показываем кейсы, которые никто не может повторить. Нас зовут на выставке в Вегас, нас зовут в Амстердам, для того, чтобы мы показали, как мы это делаем. Азиаты приходят, говорят, ребята, приедьте, сделайте для нас, но мы не работаем пока как вайт-лайбл, мы работаем на свой продукт. Вот, но я реально могу сказать, что команда — это самое дорогое, что есть в виплее, каждый из них бриллиантик, который просто, ну, без которого это все невозможно. То есть забираешь одного человека, и все рушится, вот просто каждый. Сколько сотрудников прямо сейчас здесь? Прямо сейчас здесь не знаю, но в продакшене 100 плюс человек, если мы говорим там про маркетинг, пиар и все, кто вообще обеспечит, до 150, до 200, я думаю, доходят. Они все из Украины? Ну, большинство своим, да, или те, кто переехали в Украину, в принципе, да. Это вот такая команда телевизионщиков, театра, ну, у нас очень такая разношерстная команда, которая выходца из театра, из кино, из телевидения. Вот тут вот ребята прямо сейчас рендерят всякие штуки и внутриигровые на Unreal непосредственно. Не показывайте его лицо, это наш диамантик, мы его никому не отдадим. А можешь показать последнюю свою работу? Это очень круто. Ой-ой-ой, ребята, что найти? Это эксклюзив у нас. Это пиарный, где-то надо. Когда он будет? Сегодня? Нет, сегодня не будет. Я не знаю, он, наверное, на второй сезоне. Да. Ого! Ребята, это эксклюзив, это будет во втором сезоне, поэтому вы видите то, чего еще нет. Максим, как ты его нашел? Кого? Как вы ищете сотрудников? О, это я могу, я хвастаюсь этим всегда, что у нас нет в продакшене, по-моему, нету точно, говорю, что нету ни одного сотрудника, который был найден HR-ами. Все по знакомству, все, как говорится, по блату. На самом деле, кор-команда была найдена из университета Корпенко-Карова частично, я там провел 11 лет, обучаясь. Мы работали вместе на телевидении с ребятами, и, в принципе, зная рынок, ты понимаешь, от кого что можно ожидать. И просто приходил к ребятам, которые там, условно, получали 3,5-4 тысячи долларов, говорю, приходи к нам на тысячу долларов и в 4 раза больше работы. Вот просто поверь, но мы будем делать пушку-бомбу. Ребята соглашались, верили, шли, и вот вы видите результат, действительно, то есть это вот огромное уважение вообще всей команде, всем, кто работает. Ну, то есть тут каждый просто делает действительно чудеса, без них у этого всего не получилось. Если говорить про условия, они здесь отличаются? Может быть, где-то ты получаешь зарплату раз в месяц, где-то за определенное количество карт. Как заработать система здесь? Как ты получаешь деньги? Смотри, есть у меня, естественно, заработная плата, да, то есть это обговорено в условиях рабочих. То есть когда мы договаривались про условия, естественно, это все было проговорено, поскольку я человек взрослый, у меня семья, дети, мне нужна стабильность. Поэтому, когда мы договаривались об условиях, я на тот момент был неким фрилансером таким, да, то есть человеком, который готов там работать и с одними, и с другими. Сейчас меня тоже в этом никто не ограничивает. Что касается, если конкретно сумму там или количество денег, которое я получаю, то, естественно, озвучивать не могу и не буду, потому что по ряду причин. Но могу сказать для себя и для зрителей, что деньги в жизни не главное. Это я понял тогда, когда погнался за деньгами, еще до активной работы в студиях. Я поехал за границу, я поехал именно за длинным рублем, но в какой-то момент я думал, что я сойду с ума, у меня были там определенные обстоятельства, была дурка. И я понял, что деньги не главное. Поэтому даже когда я менял место работы и когда я отказывался от тех предложений, которые были, я все равно не ставил деньги во главу всего этого. Поэтому тут, конечно, да, многие молодые, в том числе студенты, школьники, они могут не согласиться, потому что они видят мир по-другому, не так, как я. Но для меня деньги, ну, очевидно, не занимают первичную роль в жизни, скажем так. Я понял. Ну, это приходит, наверное, с опытом. Да, с опытом жизненным опытом, в том числе. Это дополненная реальность, ребята, которые делают всю магию и чудеса, которые никто в мире не может повторить. Это когда 3D-модельки выводятся на экран, хотя их физически нету, типа, какого-то плана. Которые вписываются в компьютер стоимостью 25 тысяч долларов. Вот это физическая сцена в центре, там, где сидят игроки. А вокруг этого виртуальный мир. Вот это виртуальный мир. И это все в лайве трекается, двигается. Представление игроков с улетающей камерой. Статистика в виртуальном пространстве. Студия, которая 40 метров квадратных превращается в студию, в которой можно там поселить и статистику, и все остальное. Карта под КС, типа, как аналитическая талза. Рейдент, танцующий Скорпион, играющий Скорпионс на открытии. Ну, заходим на арену. Здесь сразу нас встречают балкончики. Она каждый раз меняется. Трансформируется. То есть, то, что у нас игроки сидят на балконах, это первый раз. Обычно у нас вот на файтингах игроки сидели в центре. И ланов в этой арене не было. По факту, это первый лан из этого павильона. И вот игроки сидят на втором этажах. На первом этаже русскоязычная и англоязычная кастерская. Аналитика находится на втором этаже слева. И русскоязычная аналитика находится на Днепровской набережной. Это все законнекчено темной оптикой. То есть, и управляется, по сути, оттуда эфиром. Оттуда эфиром. А отсюда мы управляем камерами, которые являются на Днепровской набережной. Балкончики. Да. Это связано немного с ковидом? Нет. Вообще не связано. Просто вот такое геометрическое решение под этот турнир. Рукопожатие? Да. Они будут? Да, они пожимают руки. Мы, скажем так, мы провели за период ковида 4 лана. Включая анимейджер с 18 командами и куча-куча-куча стафа. У нас есть достаточно серьезные ковид протоколы. Мы делаем постоянно ПЦР, экспресс-тесты. И зачастую люди ходят в масках, но если там вакцинирован, мы вакцинировали 75-80% продакшна уже. И, соответственно, в принципе, не видим уже никаких проблем. И что самое главное, у нас не было ни одного позитивного кейса за все эти периоды. Поэтому, если я говорю паблишерам, если вот Free Fire отменила чемпионат мира, Лол переносит чемпионат мира в Европу, то есть мы умеем, мы готовы помогать. Насчет кубка, из чего он сделан? Что это? Ирина подскажет, из чего у нас и как сделан кубок. Это наши постоянные подрядчики, которые делали кубки и для Лиги Легенд, если я не ошибаюсь, и для StarLadder Major. Это ребята, с которыми мы достаточно давно работаем. Сделаны на 3D принтере за 2,5 недели, потому что, как всегда, у нас все решения происходят быстро. Декорация тоже была построена, по факту, за 2 недели. Учитывая после Majora, который мы делали за 1,5 месяца, вообще ничего не страшного. Вы сейчас транслируете CSGO, Tekken, какие-то странные игры, которые вообще никто не проводил до этого. Среди CSGO операторов, плюс-минус. CSGO 1 на 1 турниры планируются? Пока в кланах не было, но можем придумать какую-то такую традицию. Именные турниры стримеров. Я вижу, Диана, здесь. Show Match 1 на 1. Ну, как есть формат Twitch Rivals, известный. Можно, в принципе... У нас есть турнирная платформа, заходите, регистрируйтесь, которая позволяет создавать турниры 1 на 1. В принципе, это формат, который, наверное, для нас неинтересен, но может быть внутри профессиональных турниров в рамках шоу-матча. И это вполне возможная история. Мы делали 5 на 5 на миноре среди талантов русскоязычных, англоязычных. Поэтому 1 на 1 среди интересных личностей, почему бы и нет. Понял. Насчет сайта. Там проводится 1 на 1 каждый день на призовые деньги. Но, понятное дело, это не окупается. Какая цель? На перспективу? Это турнирная платформа, которая... Ну, мы хотим, как Квитплей, создавать не просто турниры, а растить бизнес и создавать экосистему. Турнирная платформа, гроссрутинг, новые таланты, новые команды. Джеймс Бэнкс, один из лучших хостей в Counter-Strike. Насчет игроков. Сейчас участвуют 4 команды, все европейские. Где они живут, где вы им выписали квартирчики? Мы партнеры с отелем Рамада. Мы все команды талантов и на анимейджер, мы все селили там. Мы прокинули туда хороший интернет. Он достаточно... Он не в черте Киева, он немного за Киевом. Для того, чтобы... Ну, там, на анимейджер это было обусловлено тем, чтобы никто туда не ездил. И там не было каких-то проблем, как бывает, если это в центре Киева, постоянные там фанаты днем, ночью, чтобы их не отвлекали. И, в принципе, там хорошие условия. И отель идет нам на все уступки и все пожелания. И развивается по факту вместе с нами. Можешь рассказать подробные условия с отелем? Как это все работает? Они нам дают партнерские цены. Они нам дают лаунжи под каждую команду, тренировочные непосредственно. Вот. Ну, сложно найти отель, где может быть 18 митинг-румов, там, где можно сесть команда. Zero Gravity делает свой отель. Будете вы в нем находиться и партнериться с ними? Я приверженец того, что сначала надо увидеть, что люди сделают, а потом уже об этом говорить. То есть, если получится, и если получится классный отель, то почему бы и нет? Не хватает ли в Украине отелей с компьютерами? То есть, в Европе... Инфраструктурных объектов? Да. В Европе есть отели, где 3-4 номера для команд. И в каждом есть свой компьютер. Или даже прям в будке. Вот. Нужно ли такой Украине? Правильный вопрос. Правильный вопрос ты задал. Я говорил про экосистему, что мы строим. И одна из этих частей, это, конечно, логистика и отели. Не хватает. Киев для этого прекрасное место. Удобный хаб и для перелетов, и отличный интернет, и проживание, цена на проживание, качество услуг, отличный сервис. То есть, мне кажется, это то, что надо развивать, и мы будем это делать. Это Сеня, наш сценарист, заслуженный мастер спорта, сценарного искусства. Вот. Прошли, увидели режиссеров Карпенко-Кары, сценаристы Карпенко-Карова, монтажеры Карпенко-Карова, аниматоры Карпенко-Карова. Поэтому все, кто говорит, что образование не важно, врут. Образование супер важно, и это супер база, без которой, мое субъективное мнение, очень сложно расти, и ты все равно куда-то упрешься, потому что тебе нужен фундамент, на котором вырастет потом огромные здания. Здесь непосредственно сидят ребята из Испорта, которые сетапят сервера и начинают непосредственно все, что связано с турнирной киберспортивной части. За спиной у нас здесь пиар-зона. Макс проводит сейчас лекцию по теме для молодых, кстати, студентов, или желающих попасть в киберспортивный журнализм. Он рассказывает, как это можно сделать, какими инструментами, какими способами. Журнализм профессиональный? Да, киберспортивный. Киберспортивный. Они отдыхают до выхода на сцену, обсуждают, смотрят другие игры. У них дезинфектор воздуха стоит, это еще с мажора для того, чтобы дезинфицировать воздух. Телевизор с программом диванчики, водичка, шоколадки. Во время мажора он еще постоянно дезинфицировался после каждого выхода. На данный момент никто сюда по факту не заходит. Тут у вас кресло Secret Lab. Можешь рассказать, пожалуйста, про них? Это вообще, как я понимаю, они больше в Европе, на Западе. Какие у вас условия с ними? Secret Lab, Титаны. Мы просто им написали, ребята, у нас тут турнир. Нам надо, не знаю, 200 кресел или около того. Как вы смотрите на то, чтобы нам их дать? А мы вас покажем в турнирах. Ну, в общем, партнерство, по факту интеграция. Просто игроки будут сидеть на этих креслах или баннеры где-то еще сверху? Ну, мы в трансляциях, да, проявляемся как баннеры. Мы крутили, я помню, ролики на анимейджоре. И вот непосредственно все на них сидят. То есть совершенно бесплатно, полностью бартер? Если я не ошибаюсь, то да, это полностью бартер. Команда Fnatic, команда B&G и Partners Lounge. Сюда непосредственно приходят спонсоры. Head of Kibia Sport, Diana Rice. Все сюда заходят, потому что здесь тепло, уютно и вкусно. Как работает выбор комментаторов на какой-либо матч? Ну, слушай, по сути, тут как бы нет каких-то ограничений, либо там предпочтений. То есть есть там глава e-спортс департамента, например, да. Там человек, который формирует список талантов на ивент. Он говорит, что, ребята, вот расписание, вот вы комментируете. Если есть какие-то предложения или пожелания, вы можете их озвучить. У нас есть единственное такое небольшое негласное правило, что мы по очереди комментируем финалы. Неважно, какого ивента. Вот и все. Ну, то есть и то, я тебе так скажу, что сегодня буквально Юра Страйк вчера предлагал мне, говорит, хочешь поменяться? Типа там, я откаменчу за тебя полуфинал, а ты в финал. Я на тот момент отказался, а сегодня с утра у меня изменились обстоятельства. Я говорю, Юра, давай свапнемся. А он говорит, типа, да нет, я уже не могу, потому что время, я там спланировал все. Такая свобода, она шикарная. Круто, конечно. Так, слушай, ты понимаешь, так должно быть. Так должно быть. Мы должны быть честны сами с собой. Если мы чего-то хотим или что-то нам не нравится, мы должны это озвучить. Либо же наоборот что-то предложить. И где-то, конечно, ты должен чем-то пожертвовать сам, если ты хочешь где-то получить какую-то свободу. Это нормально. Прямо сейчас мы комментируем игру Fnatic против Na'Vi. Na'Vi выходит на B. Да, но это был фейк. Они возвращаются. И идут на A. Снова на B. Они проходят в Т-шку. Спасибо. А вот экран. А вот и Na'Vi. Покажи, Na'Vi. Na'Vi ходят. На экране. Это экран. А, реально? Они реально... Если сегодня стрима на B.Flay не будет, то мы виноваты. Na'Vi уже уходят. Сейчас мы направляемся на балкончике. Посмотрим, какие там компьютеры, какие там девайсы, что там вообще происходит. Понятное дело, здесь 5 компьютеров. Asus Monitor 240 Гц. Компьютер 370-32 гигабарита оперативки i7 и 10-го поколения. Такой у нас сетап. По девайсам здесь все пусто. Игроки приносят, понятное дело, все свое. Некоторые команды свои SSD-шники сразу привозят со своими настройками. Это я такое впервые вижу. Напротив тебя противоположная команда. Ты их не слышишь. Ты их даже не видишь. Все хорошо. Места много. Тебя все снимает. Нет, это, конечно, свой кайф. Ребят, становитесь киберспортсменами. Это просто необыкновенно крутой опыт. Это будущее. Играйте, но не задройте. Это самое главное. Имейте грань. Понятное дело, это можно делать на cybershock.net. А еще, как бы, Академ Лига, это с 16, кажись, лет. Да, с 16. С 16 лет вы уже можете испытать удачу. А судя по моносе, вы можете ее испытать уже прямо сейчас. Да, и самое главное, ты же понимаешь, 16-летняя. То есть раньше, если нужно было быть 18-летним, 19-летним, чтобы пробировался. А сейчас, даже не с самым высоким уровнем игры, ты можешь попасть на такой турнир. Ребят, 16-летняя. Ваш шанс. Это Украина. Это не какой-то там... Это страна возможностей. Это не США. Это здесь. Вы приезжаете и играете. Все очень просто. Я хочу на тебя наорать с того балкона. Посмотрим, слышно или нет. Слышно или нет. Ну, я попробую. Сейчас будет проверка. Если кто-то из игроков будет рейджить, это будет слышно или нет. Диана, начинай. Я тебя не делаю. Да, слышно. А в наушниках? Тебе, красный, понял? Диплей, мне угрожает мой оппонент. Сделайте что-нибудь. Я все слышу. Вообще, там опускается еще этот баннер. И как бы они в этом случае ничего не слышат. Но некоторые команды используют еще плюс свои капельки под эти уши. Да, я тебя понял. Сколько примерно стоит сегодняшний день всей команды? Не могу говорить такое. Примерно? Не могу. Даже примерно тебе скажешь. В Теслах? В Теслах. Ну, скажем так, не половина Теслы, но стоит. Стоит. Какая модель? Model Plate. Один день? Не, ну частично. Одна, энная часть Model Plate, скажем так. Короче, полплейда. Ну, не полплейда, наверное, процентов 20 от плейда может стоить. У вас раз в месяц один турнир или пореже? Нет, у нас сейчас два параллельных, может даже три параллельных. Плюс бласты, плюс мы готовимся к еще одному турниру не анонсировано. Поэтому вот в принципе мы за прошлый год провели там больше 14, если я не ошибаюсь, турниров. Поэтому выходит быстрее, даже больше, чем раз в месяц. Плюс подготовительный период, плюс пост-турнирный период. Все равно работает SMM, все равно After Movie делаются, монтируются. Поэтому как бы перерывов не чувствуется вообще. Ребята в отпуск не ходят по три года. Я сам не помню, что такое выходной. Но в принципе на заряде, на эмоциях все просто любят то, что они делают. Все живут этим, это кайф. Что будет, если на стриме кто-то скажет запретное слово? Кайф, будет весело. Вот будет просто весело, я думаю. Были случаи? У нас постоянно весело на стримах. Заходите, смотрите. Нет, никто не матерился, запретные слова не говорил. И, надеюсь, не скажут. Особенно мы TeamSpeak и команд включаем в определенные раунды. И надеемся, что они тоже ничего не скажут и нас не забанят. Какая задержка на стриме? Две минуты. Две минуты. Ну, есть определенные правила. Это условия СБК? Ну, тут нету букмекерских контор. И тут у нас, по-моему, нету задержки. На данный момент у нас нету задержки. Но зачастую мы ставим задержку две минуты. Это если онлайн-часть. Это по факту там раунд. Пока там буферизация твича, все проходит. Ну, там две минуты десять секунд бывает. Как вы проверяете игроков на читы? На читы? Ну, на лане сложно. То есть админы наши устанавливают непосредственно весь софт. И игрок ничего вообще не может сделать. Там установлен КС, установлен TeamSpeak локальный. А в онлайне, да, ну, это видно в основном. Ну, некоторые организаторы турнирные делают проверку мышек зачем-то. Вы это ничего не делаете. То есть они сдают их и возвращают? Возможно, мы что-то делаем, но я про это не в курсе. Я понял. Спасибо большое. Это было очень круто. Примерно так выглядит то, что происходит сзади огромного экрана. Ну, а сейчас мы ходим с Дианой по той траектории, которая проходит каждый игрок, выходя на арену. То есть разворачивается и идет прямо к балкону. И сразу же садимся за компьютер. Расстановку игроков, куда садиться, они видят на повороте. А сейчас вы видите то, как эта сцена выглядит с операторами и с режиссерами команды V-Player. Вот уже молодые игроки пришли настраиваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эрик. Вы можете сказать о вашем команде? Вы можете сказать, чтобы в будущем увидеть это видео в два года назад? О, хорошо. Я думаю, что мы делаем очень хорошо за время, когда мы были вместе. Он тренировался на Сайбершоке в Киеве. Да, я тоже играл на Ретейк. Да, Ретейк серверы. Ооо. Вы любите? Да, они хороши. Вы любите, если вы в России. Вы видели сайт? У нас есть шесть местных мест. В мире есть шесть местных мест. В Германии, в Польше, в Швейдене. Когда я в доме живу, я играю на Вармапе. Вармапе? Да. Ну что ж, вы увидели все, что происходит за кадром арены. Это максимально круто. Это дорого и профессионально. Я думаю, это было интересно. Информация была море. Спасибо Диане Райс за контакт. Без нее бы этого всего не было. Ну, а я с вами прощаюсь. Посмотрите мой другой ролик. Я думаю, что такого качества и такой интерес будет еще во многих. А я вам советую посмотреть буткемп Na'Vi Junior. Я думаю, что это будет интересно. С вами был я, Эрик Шоков и Диана Шока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok